Я хочу сказать несколько слов по-русски для папы, мам, и тех, кто понимает русский. Мам и лошадь, родной язык. У нас сегодня особый день. Особый день. Это Ханука и Рошхондаш, который выпадает, Рошхондаш Таветка, всегда в Хануку. Это не просто совпадение одного праздника с другим, это нечто очень-очень принципиальное. Как известно, греки, они имели особую ненависть к трём заповедям еврейского народа. Одна из них – Бритмила, обрезание, вторая – освящение лунного месяца, и третья – это Шаббат. Я сейчас не коснусь Шаббата, это немножко коснусь, просто именно начало месяца Рошхондаш. Что такого нашли греки? Так не любить, ненавидеть и стремиться отменить освящение лунного месяца. Я думаю, что они в своём мерзком, скверном заме и замысле они не ошиблись. По их пониманию, духа скверная, они были совершенно правы. Я просто объясню, почему. Есть очень удивительная вещь, о которой человек может задуматься. Прямо-прямо начинаю учить хумы, спрашивать Брэйшис с Рашхи. Рашхи там говорит, что это радо же было начаться с заповеди освящения лунного месяца. И так пишет Рашхи, буквально первый же пасук, первый стих книги Брэйшис. Надо было начать Тору со стиха. Почему, говорит Рашхи, это первая заповедь, которая дана нашему народу, нашему народу в целом. Есть очень такой вопрос принципиальный. Казалось бы, почему, почему именно эта заповедь Рашххи? Именно с неё началось дарование Тору всему нашему народу. Нет вещей более важных, заберетовое поклонство, заповеди Шаббате. Почему именно с Рашхххи? Я думаю, что тут есть одна очень принципиальная вещь. В заповеди Рашххххи открывается нам то, что Всевышний нам даровал на горе Синай. Есть, я думаю, что именно это так мешало грекам. В чём смысл освящения месяца? Казалось бы, наш лунный календарь, он не нуждается в освящении. Наш есть точный календарь, когда появляется Луна, когда она исчезает. Наши мудрецы прекрасно это знали. Они постигали секреты Тору, они знали это прекрасно. Лучше, чем современные учёные, они это знали. А при чём это посвящение? Зачем нужен Синайдрин? Надо здесь расчёты. И по расчётам всё можно установить. И тут заключается величайшая вещь, которую надо просто хорошо знать. Высший суд Синайдрин имели право установить начало месяца не точно по сроку, а на один день раньше иногда, один день позже иногда. Так как считают это нужным и важным для нашего народа. Есть из этого источник в Торе, что их решение имеет силу. Имеет силу. Имеет силу. Казалось бы, в чём это такая принципиальная вещь? Вещь очень принципиальная. Во-первых, все еврейские праздники, это не просто праздники, это не просто отметить какую-то дату, а то высшее влияние святости, которое наш народ получает от Всевышнего для праздников, они все, 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 зависит от, кроме шаббата, от расхода, от начала месяца. Пишет Рамбом, что если бы отменилось возвращение месяца, то мы потеряли все праздники. У нас не было бы ни Пейсаха, ни Шабот, ни Рожешана, ни Мкипура, ни Сокот. Это первое. Второе приводится в Талмуде, и в Иерусалимском Талмуде, и в Вавилонском Талмуде, что многие естественные процессы в чиническом организме, в нашем мире, они зависят от того, нет астрономической даты обращения Луны, а именно от того, что называется расходыш, когда наши мудрецы установили расходыш. Вещи известны. Что здесь говорится? Говорится совершенно великая вещь, что наш народ, нашими представителями, санэдрином, он имеет, получает, с получением этой заповеди, силу и влияние на высшие миры. Это касается святости, которая спускается в наш мир праздники, и влияние, которое распространяется не только на высшие миры, но спускается и в наш мир, и изменяет процессы в чиническом организме. То есть, короче говоря, тут есть величайшее правило Торы, что от наших заповедей зависят высшие миры и низшие миры. Нам дано Торе Всевышнего права и обязанность влиять на все творение, от самого низшего до самого высокого. Это греки не могли терпеть. Не могли терпеть. Это было полностью противоположно всех этих идеологий, что то, что мы не постигаем чувствами, того просто не существует. Это просто мое простое объяснение, почему греки так боролись и воевали против освящения лунного месяца. Я хочу тут коснуться одной вещи, которую нам надо из этого для себя почерпнуть. Многие люди думают, что это правильно по Торе. Есть такая меда, называется Анова. Скромность, самоуничиженность. Я думаю, что поэтому привыкают к мысли. Мы люди маленькие, мы какой-то винтик, но что от нас зависит. Ну, я думаю, что эти слова, даже не слова, а само ощущение известно здесь всем, всем, всем. Нам Тора сговорит вещь в другую. Что мы, получая Тору, когда мы получаем Тору, исполняем ее заповеди, мы получаем силу влиять на все высшие миры. Это касается не только самых высоких праведников. Это касается каждого еврея. Бесловно, человека, как Абитсхай, влияет больше, а люди вроде нас с вами влияют меньше. Но это сила. Нашими заповедями влиять на высшие миры, она касается каждого еврея. Я тут хочу коснуться, есть особая радость говорить на хануканном вечере в нашей русской общине. Еще одна особая радость, потому что то, что наш род пережил перед победой Хашманаим, эту тьму греков и митям ним, те, кто сделается, как греки, мы пережили в России, в Советском Союзе еще в большей мере, чем во времена предшествующих Хашманаим. И тут надо немножко посмотреть на эти вещи со стороны. Мы живем в мире, где, так говорят, есть от трех до четырех миллионов русскоязычных евреев. давайте оставим, скажем, эти большие цифры. Кажем, мы будем взять тот круг, где он вырос в своем городе, там, где он учился в университете, в институте, в школе и так далее. Сколько евреев удостоились вернуться, вернуться домой, вернуться, исполнять нашу святую Тору, обучать детей в Хедере, в Бетякове. Сколько этого достоинствилось? Я думаю, что однотысячное, может быть, это слишком мало, но я думаю, что одна пятисотая, одна трехсотая, это правильная цифра. Правильная цифра. И тут есть вопрос. Вопрос очень простой. Вопрос задавали наши величайшие мудрецы, которые спасли за время катастрофы. Ради чего Всевышний оставил нас в живых? Так писал, по-моему, Иерарх Деслер, Иерарханский-Левенштейн. Почему? Чем можно достоин остаться в живых? У них был один ответ, чтобы перенести Тору к следующему поколению. Давайте поставим вопрос. Почему Всевышний избрал нас, вас, меня, других? Это не такие большие цифры. Это несколько тысяч семей. Несколько тысяч семей во всем мире. Вернуться из этой вот тьмы, я бы сказал, даже не тьмы, а могилы греческой культуры, и вернуться, и почувствовать вкус и радость веры, жизни по Тору. Безусловно, безусловно, есть тут одна вещь, которую каждый из вас знает. Если бы об этом не думал, то, может, об этом стоит задуматься. У каждого из нас мы хорошо знаем, как мы выросли в этой могиле, и нашлись какие-то капли, какие-то капли еврейского духа, подобные тому самому сосуду, с чистым оливковым маслом нашлось в храме, из которого загорелся, загорелся менора, так и в нас нашлись эти капли еврейского духа, которые мы сумели с величайшим помощью свыше себе пробудить, и чтобы они действительно разгорелись и светили нам дальше, и из великой помощи свыше сумели старт на ноги и вернуться к Торин. Надо просто понимать величайшую важность, не то, чтобы этим гордились. Гордыня это не еврейское. Есть такое понятие, понятие тоже очень такое деликатное, оно понятие вроде бы тоже не совсем еврейское, называется битахон от СМИ. Ну, буквально уверенность в себе по-русски. Битахон от СМИ тоже понятие психологов, это не понятие еврейское. Это может быть очень плохая вещь, не уверенность в себе, а самоуверенность. Но я выдашел один источник, когда понятие является действительно чистыми, чистыми еврейски. Есть у нас очень такая непонятная дата, называется дата 15-я ава, 15-я ава. Одна из причин, почему это особая дата, потому что в этот день прекратили умирать, выяснилось, что прекратился мор выходцы из Египта. пишет Рамбом очень такую емкую фразу, что в этот день наш народ почувствовал благоволение от Творца к Нему. И есть там такие слова, или там сказано битбадхуба адсмам обадхубанавшам. Я сейчас точно не помню. Но что есть в виду самоуверенность? Нет. Есть ощущение человека, что Всевышний ему важно, он благоволит к тому, что я делаю. Это понимание для постижения, оно дает человеку силы, сделать вещи, которые он бы из этого не сделал. Да, надо с этим параллельно думать о том, чтобы из себя как избавиться от гордыни и высокомерия. Но есть такое понятие вигба, либо бодраке, и шем, чтобы человек поднял себя, поднял свой дух и тем более Творца. И когда человек понимает, что Всевышний он да хочет, он да благоволит к тому, что мы делаем, это делать вещи, которые гораздо больше, мы можем делать гораздо больше, чем мы на самом деле думаем. Есть в Гумаре такое очень интересное, место. Правильно, помним о Сахатхагига. Там рассказывается, что когда Рубен, который спас Иосифа от рук братьев, и сказано так, если бы Рубен знал, что его поступок будет записан в Торе, то он взял бы Иосифа себе на плечи и так быстро принес его к отцу. Что значит, если бы знал, если бы знал, что будет, сказать, реклама в газете, реклама это, не реклама это, то, что Рубен интересовало. Не дай Бог, не дай Бог, так думать вообще. А в чем же тут дело? Я понимаю, это очень просто. То, что записано в Торе, это очень важный поступок. если Рубен понимал важность своего поступка спасения Иосифа тогда, он бы не становился тем, чтобы спасти его от смерти, а отнес его отцу. Знаете, есть одна проблема, и тут нас ломит наше дурное начало на псевдо-скромности, на псевдо-скромность. Она говорит нам, ты человек маленький, ну, что тебе прыгать выше головы, ну, ты уже так, ну, сделал то, что можешь, а где дальше? Ну, потихоньку, как все, и так далее, и так далее. Это, знаете, тут есть очень такое емкое сочетание. С одной стороны, человек маленький, а кто-то его не уважит немножко, сразу он возмутится, как это его не уважили. То есть, и вот другое начало его обрабатывают с двух сторон. С одной стороны, говорит, человек-то и маленький, а с другой, говорит, что тебе надо гордиться и быть высокомерным. Истина надо быть наоборот, надо быть без гордыни, без высокомерия, а с гостем понимать, чувствовать важность того, что мы можем делать, то, что мы делаем, поэтому делать более, более, более важные вещи. Есть замечательная книга, это приписывает Сарабин, ее иного. Называется она Шарея Вуда. Шарея Вуда. там есть очень интересная вещь, как она начинается, книга Шарея Вуда, что буквально врата, через которые человек входит в служение Творцу, если он понимает собственную важность и важность своих предков, человек понимает собственную важность, он будет делать достойные поступки, и не будет делать нерастойных. Мы сейчас, мы сейчас святые не Хануки. Рош-ходыш это всегда время итхатшут, обновления, обновления. В Хануку в целом многие вещи очень обновились, а вещь, которая особенно обновилась, это буквально свет устной Торы, который спустился в мир, именно в силу победы Макавея и обновления света Мануры. Говорит об этом Рамбан в главе Багалойска, что это то обещание, которое дал Всевышний Арону, что он достоится больше других на Сиим, и те, что достоится света Хануки Хашмонаим. В чем, так сказать, величие Хануки Хашмонаим? Просто зажигание свечей, все-таки это заповедь по мудрецов, в храме было много заповедей Торы и так далее. Я думаю, что если мы скажем, что не просто вопрос сжигания свечей, а также то, что сделали Хашмонаим, что свет Торы, свет распространился в нашем народе, что он сделал так, чтобы Тора не забылась, это 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 великое обещание, которое Всевышний обещал Аарону, чтобы потомки удостоятся вернуть вернуть Тору нашему народу вовеки, потому что сказали, что греки хотели эту Тору, чтобы отраватность от нее, чтобы она забылась, а Хашмонаим в своей войне они вернули Тору нашему народу. У нас всех есть великая обязанность, великая обязанность. Значит, наша община, она огромная, 3-4 миллиона человек. Мы здесь с вами, и не только здесь с вами, но в всем мире, горстка, небольшая горстка. У нас есть великая обязанность во-первых, обретить Тору сами по себе, дать Тору в наших домах, нести нашим детям. Но мы должны знать, что мы должны взять не только для себя. Я когда спросил учителя Бхайм Камила одну очень важную вещь, почему многие, многие русские в Абхим так настолько преуспевают в Торе больше, чем другие. Ксасово очень просто проспел потому, что это нужно всей русской общине было, конечно. Помните, тот из нас, кто привит на себя праздничную бремя Торы с истинным желанием, не только для себя, для всего нашего народа, это причина, что нас стоит сярд и шмая, не нас самих, а всего нашего народа, всей нашей общины. И надо начать, конечно, с самих себя, чтобы жить в Торе, изучение Торы, обучение детей всегда было радостью, радостью для нас, радостью для наших детей. И как важно нам молиться и просить ханук, это время об этом молиться, удостоиться света Торы, который называется еще Орсамеах, свет радостный. Знаете, есть такой, есть хасидский обычай, и выразить сроен, зажигать ханукальные свечи внутри, не снаружи. А с другой обычай, мы зажигаем снаружи. Тут есть у этого обычая некое очень красивое объяснение. До того, как свет не несут другим, надо свет, чтобы он высветил у нас самих. Нам надо впитывать Тору самим, надо, чтобы наши дома, наши жены, наши дети светились со света Тору, которой мы занимаемся. Надо приобщить к свету Торы всю нашу семью. Тогда это объяснение, сейчас не могу слишком долго говорить, то, что сказано в Хануке, нер иш убейсов. Тору человека была, как Ханукья, это было не просто его Торой, а Торой его, его семьи, его дома. Его дом. Я хочу пожелать вам, всем вам, себе, и всему нашему народу достоиться истинного света в Хануку и действительно построить цельные еврейские дома, которые были примером тех, кто находится снаружи, которые еще не вошли в мир Торы. И еще раз огромное спасибо замечательным Абрухим, которые этот вечер организовали в Жиркоях веселые и светлые Хануки. Абрухим, Хануки и Хануки и Хануки Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...